Наталья, пойдем, рассказывай. Мы находимся, кстати, в станице Переправное. Здесь очередные переселенцы с Урала. Из Свердловской области. Рускины приехали. И вот подкупили тут землицы, держат тут коз. Скоро будут и куры. Скоро будут и куры, да, переехали. Когда вы, в январе, да, переехали? Четыре месяца назад? Нет. А когда вы? Мы 9 января, ой, 9 января мы отсюда уехали. 9 февраля мы уже были здесь. Мы продали там и купили здесь. Когда уехали? 9 января мы сюда приехали, 4 января мы приехали, посмотрели здесь. Выбирать? Да. То есть за месяц? 9 мы отсюда уехали и 9 мы сюда приехали обратно уже. Отчаянные люди за месяц, да, вот взяли и приехали, да? Молодцы. Красный бардак. Это домик для коз. А есть свет-то тут? Дальше этого здания мы, конечно, не заходим, потому что здесь потолки могут упасть. Ага, в этом домик. Я-то думала, что вообще коз буду здесь содержать пока временно. Но, когда мы купили, зашли, это там потолки падают. Угу. Туда опасно. О, смотри, она побежала, доится сама? Все, уже встает, да. Они заходят в порядке очереди вообще у меня. То есть одну подоила, открыла дверь и вторая зашла на дойку. И так. То есть вот она встала, доится? Да. Нет, мы доится не пойдем. Видишь, все ждут. Пол восьмого. Угу. То есть пора уже. Не чувствую. Класс. Там в гостинцу дают, конечно. Ну да, там вкусняшечку. Вкусняшечку, да. Что-то вы такие все чистые, девочки, у меня дождик-то прошел. Вот в таких хатах люди жили. Видишь, там потолок уже подпертый. Ну да, тут достаточно страшно. Прошло побоялись в охоте заводить. Тут достаточно страшно, да. Не стоит этого делать. Тут, да, в любой момент все перекошено. То есть вот палку убираешь, и домик сломается. Да, 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 да. Подпорку убрал, и все, да. Да, домик сложится. Так, убирай животных оттуда. Так, девочки, пошли. Выходим. Страшно дело, мы там только зерно храним. Зерно засыпать не так страшно. Зерно, ну не страшно, совершенно верно. Поэтому здесь вот так вот сейчас до конца все встанет. Что встанет? Здесь у нас навесы встанут для коз, а дальше для кур. Здесь сейчас забор поставим, все огородим. Сигнализацию поставим. Какую сигнализацию? Нормальную. Пожарную. Нет, ну что такое сигнализация? Под охраной. Сдавать будем под охрану. А веб-камеры, в интернет там смотреть или нет? Ну, не знаю, какого они здесь. Какого они еще не знают. Еще не знают такого? А что такое? Ну, колокольчики или что такое? Ну, какой-нибудь там сигнализатор, чтобы кто-то через забор перелез. А-а-а. Сработало. Лазер вдоль забора опустим. Слушайте, да, украли же, блин, коня. Пипец. Коз этих могут запросто, да. Женя, когда узнал, как они у меня здесь содержатся, он был в шоке. Он меня так ругал. Как? У тебя забора нету. Ничего нету. Будет. Так, вот сразу же сходу рассказывай, почему заборчик с такими дырками. Потому что, похоже, они вытаскивали сено. А где сено-то? А, вот это? Вовнутрь. То есть... Трава здесь, да? Трава здесь выкладывается, а они уже головы просовывают и кушают. Ага, а тут сидит охранник молодой. Да, это охранница. Сейчас. Так. И вот я хочу показать козлят с ошейниками. Клево. Сейчас идем, Вера. Сейчас идем до яйца. Так, идем до яйца. Наташенька, расскажи, пожалуйста, сколько костов всего еще раз? Девять дойных коз. Из них четыре нубийские. Из них четыре нубийские. Да. Занинская хипа и немецкая. А что такое немецкая коза? Это крупная козочка. Крупный, мелкий, рогатый скот. Да, да. Да, вот и так. Примерно пятикрытные коза. И пол доем она, 6 литров. То есть много 6 литров? Ну, достаточно. Понятно. Наталья, а давай поговорим, что еще Серега делает? Какие там замечательные изделия? Он делает пресс. Пресс для сыра, который мы чуть-чуть попозже посмотрим. Он делает брудера для цыплят, клетки для кур, для перепелов клетки. Это все деревянное? Это все деревянное, да. А кроме этого? А кроме этого он делает заказы. То есть ножки точит. Ну, все, что ему заказывают, в принципе. И кальяны. Сейчас у него... Кальяны? Для кальянов, да. Аксессуары все эти. Кальяны. А там их уже собирают люди. Ну, проходи. Не бойся. Не бойся ли я. Я тут загородил. Ну да. Своим оборудованием. Да, они уже боятся. Они же не брят? Ну да, чтобы лампами светят. Далее. Вот. Делал он, конечно, и игрушки деревянные, кстати. Игрушки деревянные? Да. Заказывали. Кто-то занимается деревянными игрушками. И вот у него заказы. То есть он человечков там. Матрешек? А матрешку может? Матрешку не знаю. Ну, у него станки там все, оборудование, да? Да, у него полностью оборудование. У него копирующая. И так же стоит токарный станок просто, полуавтомат, по которому он творит чудеса. Понятно. Он мастер, так скажем, отбора. Он с детства увлекся деревом. И вот по сей день он занимается своим любимым делом. Это здорово. Так, ну, а вы приехали у нас с Урала. Да, мы из Екатеринбурга. Сколько времени-то назад? Третий год мы уже здесь проживем. Третий год? Да. Скажи, как адаптация прошла? Ну... Дети, вы... Дети, хорошо. Сначала им было очень обидно, что там друзья остались. Ну, а сейчас они нашли себе новых друзей. Их все здесь устраивает теперь. А вы? Ну, нам поначалу тоже тяжело было. Не могли привыкнуть, что далековато все. Ну, сейчас привыкли. Далековато что значит все? Краснодар. А, то есть большой город далеко. Работа вся, все заказы у Сергея оттуда. Из Краснодара. Идем. Светит, светит, светит. Нет, нет, нет. Нет, нет. Обратно. Эх, нелегкая эта работа. Да, это я тут на самом деле всех смущаю. Сейчас Кост засмущал. Так, ну и что, и как привыкли? Ну, сейчас... Потихонечку? Да, потихонечку, помаленечку. Сейчас уже совсем отлично. Никуда мы отсюда не уедем. Ну, а скажи, сколько вот этот период адаптационный шел? Год, там, два... Ну, года полтора. Года полтора, да? Да. То есть у нас здесь нет абсолютно никого. То есть родственников имеется? Ни родственников. Ни знакомых так у нас только... Мы приехали, и то мы были знакомыми так. С макляковыми. Ага. Вот. И поэтому нам было маленько тяжко. А сейчас хорошо. Все отлично. Все отлично.